Вот вы и в жизни такие. Большой, маленький. Благодарю. Огромное спасибо. Это прям очень, да, такой интересный. Красивый. Класс. Благодарю. Спасибо. Что пишет? Он точно не справится. Нет. Это первое издание, которое выходило от компании «Автограф». Они меня, кстати, очень сильно просят, чтобы я им отдал вообще всю серию заново, потому что сейчас с бумажными книжками большая беда. Да, четвертая и пятая часть полностью разошлись, и новых их больше не печатает. Компания ДДК. Ну, видимо, повезло. Последний раз я сам покупал на Авито, я помню. У человека, который вот... Там же вообще как все было очень хитро? Ну, видишь, нет. На самом деле, нет. Я не говорю всегда, что на самом деле «Охотник на читеров» и он никогда не был литр ПГ. Я когда начинал писать вообще эту книгу, я сначала хотел написать городское фэнтези про осознанные сновидения, потому что тема меня очень сильно интересовала, я как бы там обладал опытом, и я думал, вот я с людьми поделюсь туда-сюда, плюс там какие-то практики ХС. Но фишка в чем? Фишка в том, что если бы я сел и такое написал, это бы никто читать не стал. Ни на Литнете, ни на Автор Тудей. Потому что тогда рулило только литр ПГ. И поэтому я решил пойти на обман в самом чистом виде. То есть я решил, что... А сяду-ка я вообще почитаю, что такое литр ПГ. Когда я начал читать самые топовые книжки, я не буду называть фамилии, я ужаснулся и понял, что я такое писать точно не смогу. После этого я нашел замечательный сайт, он сейчас, по-моему, заблокированный, называется он «Посмотри.ли». Он по факту является коллекцией тропов, то есть самых популярных тропов, и объясняет, какие фишки используются в каких произведениях, фильмах и так далее. Так вот, там про литр ПГ был просто набор всех тропов и штампов. Я когда сел, прочитал их, штук 20, я решил сломать их все. То есть если главный герой там просто, я не знаю, игрок, инвалид, то нет, у меня это просто оскуфившийся геймдизайнер. То есть на руку обычный нормальный парень. Все, дальше. Это обязательный игрок, который будет качаться с первого по сотый уровень и станет самым главным. Нет, у меня игрок-модератор. Он, наоборот, таких игроков ловит, бьет их молотком по голове и так далее. То есть все шло от противного. Я полностью весь этот жанр перелопатил и все. Опять же, у всех там были капсулы какие-то, виртуальные шлемы реальности. У меня осознанное сновидение. Вот специальная машинка через сон. Тем более, что даже отчасти научная фантастика, потому что такой прибор в принципе может существовать, если к нему подойти более серьезно. То есть такой дримлорд создать можно. Готово. Или только что-то камерное. Ты понимаешь, смотри, я в геймдев пришел тогда, когда он умер. То есть это был 2009 год. Полностью все рухнуло. Остался по факту на плаву только там один вот этот Невал, который что-то пытался делать. Вот. И тут внезапно выстрелили игры для социальных сетей. Все. И я был одним из первых геймдизайнеров, который сразу сказал, ой, давайте сделаем там вот такие-такие механики. И мы начали просто. Это было Эльдорадо. То есть игра стоила, я не знаю, допустим, ну грубо говоря, 400-500 тысяч рублей в разработке. Занимала разработка 2-3 месяца. И потом она приносила по несколько миллионов в месяц. То есть это было Эльдорадо. Можно было просто сидеть, ничего не делать толком. Рисовать на флэше. На флэше рисовали. Никакое ни Unity, ни 3D. Флэш-художники просто озолотились в тот год, в 2009. И я тогда поработал над несколькими проектами. То есть сначала мы там делали, я помню, это вот были Хроники Астерии. Была очень популярная игра ВКонтакте, там, Майбрут. Потом там я начал как бы взаимодействовать уже с более крупными компаниями. Там тоже была Naked, Dreamik, такие студии. С этим, кстати, Салаваром тоже поработал из Новосибирска. Которые делали кучу-кучу казуальных игр. Вот эти Матч-3, Айспай там и так далее. Вот, но именно над какими-то большими, вот прям такими супер-купер-хитами, типа Смуты, я, конечно, не поработал и, к счастью, нет. Кстати, я хорошо знаю людей, которые делали Смуту и я лично знаю, кто там стоял у корней и как это все делалось. Ну, что же, что сделано, то сделано. Ничего как бы в этом, на самом деле, такого зазорного нет. Скоро таких игр будет еще больше. Ну, все будет потихоньку. Сдержащий продукт. Потихоньку все будет, конечно. Копатель онлайн вы делали? Копатель онлайн нет, не я делал. Я делал другую. Я делал тоже там какую-то игрушку, там тоже остров надо было просто какой-то копать, бегать там с пиратами, какие-то приключения. Господи, я тогда сделал даже такую вещь, я сделал конструктор дизайн документов. То есть, он у меня состоял из нескольких больших гугл документов. И когда мне писал очередной какой-нибудь ара, реально армяне очень сильно приходили в бизнес. Он мне писал, слышь, брат, дорогой, мне нужен дизайн документ на новую игру для соцсетей. Я говорю, не вопрос. Он такой, сколько? Я там, допустим, 50, 100 тысяч. Он такой, да, я захожу в документ. Он говорит, жанр какой хочешь, там гонки, все, что. Я вот так кнопочку одну нажимаю, у меня просто собирается вот из нескольких готовый диздок прям с окошками, все. Потому что все делали все одно и то же, все. Я ему скидываю, он, а-а-а, как отлично, все. Смотрю, там ушел, делай. Реально запускали, потом выходили. Это было несложно. То есть, тогда да. Но потом все стало сложнее. Потом мы начали делать мобильные игры. И вот с мобильными играми нам, конечно, не повезло. Потому что наш первый же проект, он не получил должного инвестирования. Вот. Мы его, скажем так, не смогли нормально раскрутить. И все. И мы уже поздновато во все это вошли. И мы посмотрели и сказали, все, хорош. И уехали жить в лес. Да. Писать книжки. Так, все. Спасибо. А у меня для вас подарок? Ой, спасибо большое. Здорово, у меня браслетики. Ну, разберете, в кого какие. Ну, я все соберу. Хорошо, хорошо. Все себе заберет, да? Начали выкладывать. Смотри, там всего будет 3 тома. Вчера выложили, по-моему. Там выложено сейчас для Донов пролог второй тома. И первая глава. Вот я буквально вчера выложила 20 страниц. Я вам у меня спросила. Да. То есть, всего это будет как бы это цельное такое произведение из 12 глав. Но поскольку, как бы, когда стали печатать, то есть, решили вот поделить вот или на, там, был сейчас на 4 части, или на 3 части. Но вот именно на 3 части оно хорошо делилось. То есть, один том, это 4 главы. И такой, как бы, логически завершенный фрагмент истории. То есть, он там с чего-то начинается и заканчивается каким-то таким вот событием и каким-то грехэнгером. Вот. Но я немножко там делала как? Он в чем отличается от книжек чуть-чуть. Комикс — это фанфик на Диме на книге. В общем, это по факту. Но он такой канон, потому что Дима мне всегда подсказывал, как и что фолк может сделать. Типа, что не может. Кто как из себя повезет. Чтобы там, как бы... Да, я тоже отчасти влиял на сюжет. Да, чтобы вот каких-то там моральных вот таких вот просчетов не было, что герой там как-то... Скорее, аморальный. Или аморальных, или там как-то по-дурацки себя ведет, или там в нехарактере, и все такое еще. Диалоги. Но я как делала? Я прямо вот обложилась книжками по сценариям, как это все писать, как писать. Диалоги. Я же тупший не писатель, я художник, я вообще... Вот. И у меня есть документ, там, наверное, страниц на 200 черновиков, которые я просто вот... Я вот ночью так лежу с ключа, такая... Так, вот надо придывать. Я просыпаюсь, открываю телефон. Начинаю записывать. Вот. И в итоге у меня вот набирается такой комп текст, а потом, так, и что из этого вот в работу пойдет? Вот. И так оно у меня потихоньку вот по этим книжкам, по сценарию, я смотрела как бы наводящие вопросы, как устраивать. Ну, то есть, чтобы как бы понятно было, о чем речь. Чтобы интересно, ну... То есть, я не так, что я что-то придумала, и как Акын там, что вижу, то пою. А, стараюсь как... Больше как кино какое-то только оно в виде... комикса. То есть, там пространение кадра и вот эта вот всякая художественная тема. Я прям люблю с этим заворачиваться. Вот. И что-то меня там тогда такой... Нет, даже не в конце, а где-то в училище, в художественном училище, где-то, наверное, 2006 был год. И мне понравились книги вот эти БД. То есть, они даже не были переведены на русский, а вот на французский, такие прям роскошные, нарисованные, супер детализированные. Я думаю, блин, это искусство, вот так вот надо делать. Вот. И потом я стала думать, как же это сделать, что надо там рисунок, все. И в итоге я комикс из 50 страниц рисовала 3 года. И я так извелась, что я сказала, больше никогда в моей жизни вот этого ужаса не будет и ада. И вообще, кошмары комиксы, это какой-то ужас стихий. Потому что так долго, если ты хочешь создать идею, изложить, это, ну, невозможно. Несколько лет назад я прочитала комикс этой. Ольги Лаврентьевой сурвила. Кстати, вот Эльпакой они его переиздали. И я смотрю, как он нарисован, и как он читается. И это просто вот отвал головы полный. Потому что ты вот так вот думаешь, так, это комикс про блокаду, там сейчас будет какая-то мрачнина, какой-то Грузилова, все плохо, все страдают. Это вот там дорога жизни, все эти ужасы, войны. Ну, как бы, думаю, такая серьезная тема, сейчас меня загрузят, я так читаю. А потом я понимаю, что я просто не могу оторваться. И он, как бы, у меня там именно визуальное повествование такое. Там очень простой рисунок. И какие-то там врезки текста. И так, я думаю, блин, комиксы можно делать вот так. То есть рисовать в том стиле, как тебе удобно, как ты хочешь. Ту историю, которую ты как понимаешь, вот как ты как чувствуешь, так рисуешь. Не упарываясь там в лайн, в покрас, вот в этот вот традиционный стиль, который был, ну вот у марвеловских комиксов. То есть там у них там сидит артель, и один раскадровку делает, другой рисует карандашом, третий аккуратно перышком, четвертый там заливает. И вот они такие, бур-бур, комвея. И это, если вот в человека часы преобразовать, это очень длинные такой процессы, как бы один человек не потянет. А я тут смотрю, вот такой том, автор один. И просто вот шедевр вообще. Я такая думала, так, а у меня же как раз были иллюстрации, вот книжки, и они уже, вот они уже были на грани перехода комикса. Там такие, может кто-то видел в интернете, они вкладывают такие длинные, сосиски. Там типа такая иллюстрация, там несколько сюжетов. К седьмой, по-моему, части были. Да, к седьмой, восьмой, вот они были. Восьмой были такие вертикалы. Вот, потому что мне уже надоело как-то что-то просто рисовать Сергея Викторовича что-то так, что-то так, и вот это вот все. Я такая начала думать композиции, так это уже почти комикс, так у меня как бы уже все. Но единственное, что это очень долго рисуете. Я рисую по вечерам, вот в свободное время, я же как бы, ну, работаю, там, для игр рисую картинки всякие разные, там, ну, компания. Вот, и это у меня такое, типа, как, я не знаю, ну, кто-то крестиком вышивает, а вот комикс рисует. Ой, да. Да. То есть, просто когда я просто какие-то авторские такие штуки рисую, типа там, картинку, иллюстрацию, что-то придумал, ну, ну, оно обычно как бы разрознено, оно в стол, а тут именно, что цельная история, плюс, вообще, именно историю про сны, где вот, ну, вот, где-то мне, тоже, опять же, когда я в художественном училище училась, мне снились тоже такие яркие сны, я еще там пыталась, дневники, сновидения, я вообще не знала, что такое лос, не знала, что это вот это все такая тема, я такая думала, ну, сны, это же так прикольно, они такие яркие бывают, там, ба-ба-ба, что-то можно придумать, и, наверное, было бы классно сделать какую-то историю, где, вот, допустим, персонажи, они бы ходили, например, там, в реальности, там, где-нибудь, там, что-нибудь там сделали, какую-нибудь странную ерунду, а потом это появилось бы во сне, а потом во сне, и так, и вот, и вот, и вот, и где-то же взять такую книжку, где же мне ее почитать, вот, и вот, потом я ее начиталась, и думаю, ну, все, пора.